Очень важная вещь, уметь сохранить историю. Вот в Национальном архиве Грузии это делать умеют. Например, в настоящее время там ведутся работы по восстановлению документов времен Екатерины II и царя Давида Агмешины Бели. Подробности у Анастасии Хатяшвили. Божьей милостью мы, Екатерина II, императрица и самодержица Всероссийская, и прочее, и прочее, и прочее. В Грузии честь услышать эту фразу в 1787 году удостовался князь Симон Херфеулидзе. За героизм в войнах против Пруссии и Турции императрица пожалует грузинскому военачальнику звание полковника. Спустя более двух веков эту величественную неразборчивую подпись Екатерина спасают от исчезновения грузинские реставраторы. Сохранилось извещание грузинского царя Давида Агмешины Бели в свидетельство о том, что Давид-строитель жертвует монастырю Шиом-Гвимели доходы с нескольких земель Картли и другие церковные принадлежности 1123 года. Ватные ушные палочки в руках специалистов как боевой инструмент. С помощью химического раствора исчезают все следы времени. Важно сохранить ценную гербовую бумагу документов, царские печати разных стилей, даже ценники за печать и бумагу по 60 копеек 2 и 3 рубля. Исторические документы, которые нуждались в помощи специалистов, поступили в Национальный архив на срочную реставрацию. Из исторического архива в нашу лабораторию поступили уникальные документы, 80 единиц документов, которые нуждались в срочной реставрации. И наши реставраторы на высоком уровне завершают реставрацию всех документов. И скоро любой желающий может увидеть их в первоначальном виде. 18-19 век. Царские пожертвования, приговоры, долговые книги, а также письма делового и личного характера. Такие вековые ценности на реставрацию в архив Грузии поступают регулярно. Очень важно, что в нашем архиве работа над восстановлением таких древних документов не прекращается. Сегодня в руках наших специалистов письменные оригиналы бумаг Николая I, Екатерины II, грузинских царей Давида Агмашенебелия и Рекля II. И у нас есть все возможности вернуть этим документам первозданный вид и продлить их жизнь. В лаборатории реставрации есть все условия, отвечающие современным стандартам. Самую дорогую качественную клейкую японскую бумагу для скрупулезного восстановления документов специалисты отдела заказывают из Германии. После реставрации документы переведут в цифровой формат, и они станут доступны всем желающим. Анастасия Хатяшвили, Игорь Атабаги, канал ПИК.